Продолжение следует... Седьмого ноября договаривались, я знаю, вы это все сделали, я просто не смог приехать вовремя по определенным причинам. Но должок у вас еще с Качановой, Талий Иванович, мотовелозавод, это очень важно, потому что социальные объекты хорошо, но надо производство, деньги зарабатывать, но говорят, что вы там... Ну, идете, но нам надо в этом году объект... Да, может, для показа будет готов. Ну, не для показа, для работы должен. Уже идет установка оборудования, у нас 98 арендаторов, резидентов, которые работают, они устанавливают оборудование, наладка идет. Ну, давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы они быстрее налаживали свое оборудование. Ну, и где-то к выборам народу подарим в январе месяце. В вашем графике. Я думаю, в январе мы справимся. Потом у нас же... Да, у нас завод по производству автобусов. Да, на МАЗ 3000 автобусов. Да, потом у нас ВДНХ, как я его называю, выставочный центр. Мы его должны в январе, может, даже... В декабре. Во второй половине декабря. Посмотрим, когда вы успеете сделать. Речь шла о том, чтобы приурочить его открытие к ВНС, Всебелорусскому народному собранию. Ну, посмотрим. Надо сделать его достойно. Как я говорил, по итогам года подведем итоги. Лучшие по качеству выставим товары, продукцию. Примии качества, которые за знаком качества прошли. Ну, достойно надо сделать. Ну, а здесь парк, большой парк. Говорят, что это второй парк в Минске. Да, в городе Минске. 68 гектар после парка Победы. А там сколько у нас? Там 150 гектар с водной гладью, безводной гладью 100 гектар. Ну, да, тогда второй. Я думал, что это первый. Но давний-давний парк. Я тут постоянно мимо ездил. И много раз заезжал сюда и на стадион. Трактор. Трактор. Мы договаривались, что мы строим национальный стадион. Опять же, спасибо Китаю, Си Дзиньпину за этот подарок. Это слишком дорогой подарок. А свой стадион, трактор, мы приводим в порядок. И это будет и тренировочное поле, и поле для игр в Белорусском чемпионате. Ну, вот сейчас посмотрим, все ли сделали. Но главное, это парк. Это парк давний, для народа. Народный парк. Хороший парк. Поэтому посмотрим, как сделали. Ну, думаю, что в Минске умеют делать. Ну, и остановочки эти уже такие у тебя. Ну, мы уже сейчас будем здесь просто два путепровода в ремонте были. Мы завершили на Долгобродской, один-второй. И сейчас мы вот в осенний период продвигаемся. Мы поставим новые остановки полностью туда, по этой трассе. Они мы сами делаем у себя. Парк, конечно, мы полностью привели в порядок. Покрытие сделали, твердое, асфальтное, плиточное покрытие. Освещение полностью обновили. Ну, люди довольны. Люди приходят довольны здесь летом, и днем, и вечером. Людей очень много, и детей очень много. Ну, а почему не приходить? Очень удобно здесь. Только надо, чтобы порядок здесь был. Здесь порядок. Мы поддерживаем. Люди практически здесь и мусора нет. Сами видят, что все аккуратно, стараются, чтобы это оставалось в чистоте. Да, если будет аккуратно, то никто и окурок не бросит. Вот эту аллею, она используется районом для проведения массовых праздничных мероприятий, и торговля выставляется на празднике. Правильно. Все на мобильном. Да, люди приходят сюда, сцена вон там дальше устанавливается. То есть можно проводить любой праздник. Один, молодцы. Плечики, вращение плечами, ручки на плечи поставили. Вращение. Два. Один. Лизопарку и зону мы постоянно тут подсаживаем, работаем по ней по уходу. Ну, тут надо аккуратнее, не надо тут пилить все подряд, даже как специалисты говорят. Сухой ветки. Да. Ну, мы максимально вот 68 гектар отработали. Если уже делаем, надо делать. Качественные точки подключения для торговли, чтобы можно было подключиться и сделать. Хорошую сделали детскую площадку, потому что очень много детей. Здесь вот летом отбоя нет, и мамы с детьми, повзрослее дети. Правильно, для детей это хорошо. Все службы, они здесь занимаются, и скамейки мамы, чтобы могли уже наблюдать, как здесь происходит. Вот играют в волейбол, но здесь очень много приходят ветераны в волейбол, и у них есть несколько команд, которые, пенсионеры, играют в волейбол. Площадка воркаута, тоже сейчас очень много силовыми видами спорта и молодежи, и взрослых занимаются, поэтому сюда приходят, здесь всегда очень много различных людей и мероприятий, которые проходят. Сделали вот парковки, чтобы люди могли на машины для инвалидов заезжать. Ну и максимально, когда делали реконструкцию, мы не трогали конструктив, чтобы сохранить вот эту историческую, сделать ее. Здесь у нас еще кроме спортивной ядра, наш БРСМ обратился, чтобы у них была площадка, где они могут проводить свои мероприятия. Мы их пригласили, они создали студенческий отряд, 170 человек, работали здесь целый год, своими руками сделали. И вот эти рисунки, это тоже студенты, студенческий отряд, БНТУ, они вот нанесли вот эту по старым фотографиям, всю работу провели. Приезжаем на территорию стадиона, вот это здание, это Кольца Славы, историческое здание. Ну, с 96-го года был физкультурный клуб по гимнастике. Спасибо, уважаемый Александр Владимирович. Ждем. Мы рады вас приветствовать нашим... Это хорошо, но мы ждем. Тренировочный процесс, ребята, покажите свое мастерство. Да, что-то не покажет, а... На мировой арене будем стараться, Александр Григорьевич. Да, да, слушайте, гимнастика, каждый спорт. Согласен, нужно. Великие спортсмены у нас были. Просели, особенно по спортивной гимнастике, мы просили. В данный период времени у нас есть молодой поколение, в 2010-2012 годах. Ну, это я слышу уже лет 20. В прошлом году, это было 4 медали. Что за прошлом, 4 медали. У нас не было в 2008-м, в 2018-м год. Мы на всех международных соревнованиях выиграли всего 4 медали. Нам нужен результат. Мы сделаем результат. Мы же деньги, ты же знаешь, откуда бизнес. Что мы скачем людям? Да и самому. Ну как, что про него скажешь, если он вчера проиграл игру? Согласен. Все в хоккей. Все играют в хоккей. Противно порой, смотря на команду. Такая нестабильная. Никакой стабильности. Ну, я знаю, ваши факультации, что вы там, тренеров неизвестно, откуда какие-то. Спортвенов не знаю, зачем некоторых. Ну, понимаешь, нужен результат. Особенно, когда могут играть, вот как они вчера. Ну, что за команда, если она не может встать стеной, защитить ворота за 20 секунд до конца игры. Все пошли меняться, безусловно. Ну, что ты мне это рассказываешь? Да ты тренеру расскажи. Традиция хорошая, 17. Международная регионная, классов, картики олимпийских и репионных. А есть конкуренция? Это правильно все. Традиции хорошие. Нам нужна победа. Да, результаты сейчас хорошие. Мы будем надеяться на это. Работаем, да. Респективно. Молодой батареи, передача у нас на сборной. Есть тренер, будет результат. Нет тренера, результата нет. Поэтому надо работать. Так, чтобы давали результат. Нет результата, надо прощаться и молодых двигаться. Ладно. Спасибо большое. Если что-то надо, говорите. Мэр у нас человек спортивный. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за прекрасный зал. Спасибо. Хороший зал для занятий. По благоустройству города Минска в последних два года было полностью завершено строительство трех парков. Это парк Угачависа, Каменная горка. Также парк имени Михаила Яковлевича Павлова. Тоже мы завершили благоустройство. Там тоже большой микроэн. И Яблоневый сквер, это возле Пешего национального. Кроме того, в городе Минске очень много мест, таких зеленых зон, которые были неблагоустроены. А люди подходят туда? Гуляют. Администрации районов ежегодно делают по две такой зоны отдыха. Без привлечения там особо бюджетных средств. За счет там спонсорских предприятий, организаций, общественности. Вот мы уже сделали за три года 64 таких зоны по городу Минска. Ну вот такое благоустройство делается. И, Сергей Георгиевич, это вот съемка стадиона мы сделали с трона. Съемка, покрытие полностью уложено, готово, трибуны готовы. Прошито уже специальным этим оборудованием. И установлены все сидения, то есть конструктив весь готов для того, чтобы осталось довести уже до логического завершения. Этот объект. Здесь естественный газон и сделали дополнительно две маленьких площадки справа и слева с искусственным для тренировок самых маленьких. Вот 10-12 лет и сюда привлекаем. Трибуны на 6 тысяч? 6 тысяч. 5800. Это очень хороший стадион. Ну, для внутреннего чемпионата. Да, высшая лига. А здесь высшая лига может играть. Площадка нормальная. Я скажу, что вы, наверное, даже Динамо позавидели. Да, я думаю, что это не хуже, чем у Динамо. В Динамо у меня легковатый грунт. Александр Григорьевич, большая просьба. Вот у нас девочки хотят пообщаться. Есть вопросы кого? Мы вас обыгрывали. 15 лет назад я играл со сборной Беларуси женской. И мы у них выиграли. Игрались на совесть. Никто не поддавался никому. Но я вижу, этим бы мы проиграли. Уважаемый Александр Григорьевич, мы знаем все, что вы самый спортивный президент во всем мире. Я футболист, чтобы ты знал. Не хоккеист. У меня задача была, я играл под 11 номером слева. У меня была мощная стартовая скорость. Я там 7 шагов делал, со мной никто сравнится не мог. Я получал мяч на линии, уходил сюда, защитники под меня, я отбрасывал мяч вправо. И моя задача была подат на ворота. Потом думаю, ну что, надо быстрее все делать. Меня перевели на правый фланг. Десятый номер мне дали. Я по правому флангу, вот от центра, убегал ближе к штрафной, между штрафной и боковой линией. И тоже подавал в центр. Нападающие трое и полузащитники тоже там ждали пас. Мы всегда забивали. Это была моя задача. Но я к чему? Поле не такое, как здесь. И я бежал, споткнулся. Какая-то канава была там. Пас бещен, наверное. И я упал на левое колено. На большой скорости. Ну, меня сразу и вынесли за ворота. А на завтра туда, сюда. Никто меня там не лечил. А потом прошло время. Колено дало себя знать. Поэтому вот такая трагедия у меня была в спорте. И вот сейчас у меня колено. Почему в хоккей? В хоккее мягкие движения. Там нет этих прыжковых. Ну, правда, на таком поле это не так страшно. А мы играли. Ну, ты ж помнишь, какие были. Сейчас условия, конечно, лучше. Несравненно лучше. Ты хочешь, чтобы я тебе расписался на мяч. Да, да. Вот у нас через недельку важный матч. Вы выиграете? Конечно, выиграем, если вы... Вот, в Динамо Минск мы играем 22-го числа. Поэтому на удачу. Пожалуйста, 100-го. Славьче нам. Интересно. Решающий матч. Да, за чемпионство, за первое место. Спасибо большое. А еще, по просьбе, девчонок, можно общую фотографию сделать с вами? Ну, давайте. Улыбайтесь тогда. Мне то, что улыбаться. Когда победят, тогда буду улыбаться. Спасибо. Спасибо большое. Фотографию мы вам передадим. Я с детства со школы спал с мячом. Не такие были мячи. Я сам шил, ворота сам оборудовал. Жутко хотел в футбол играть. Не пил, не курил. В школе меня научили. Футбол, волейбол, лыжи зимой, баскетбол. Мы очень много спортом занимались. Так что успеху вам, девчата. Но, девчонки, если хотите играть, физическая подготовка. С первой до последней минуты надо бегать. Никуда не денешься. Такой вид спорта у нас. Да вы все это знаете. Успеху вам. Самое главное, чтобы без травм. Запомните. Скорость, скорость и физическая подготовка. Будет она у вас, будете выигрывать. Нет, вы отстанете. Продолжение следует...